Алоха, дорогой друг! Сегодня я расскажу тебе о топ-5 приложениях для каждого трейдера, который... Ну, просто каждый трейдер должен иметь эти приложения, чтобы успешно торговать и зарабатывать деньги. Так давай переходить к первому, не будем затягивать. Первое приложение — это, конечно же, криптобиржа. Без криптобиржи никуда, ты не сможешь зарабатывать, собственно, и терять без криптобиржи. Так что выбери свою, будь то Binance, Bybit или FTX. То есть, просто понимаешь, это зависит от тебя. Криптобиржи примерно все одинаковые, и нет такого, что одна лучше сильно, чем вторая. То есть, это все просто, что тебе ближе к сердцу. Не буду ничего советовать, выбери сам. Второе — это экономический календарь. Это очень важный аспект, потому что криптовалюта очень подвешена на экономических новостях. Условно, как это выглядит? Это не просто тебе календарь. Ты, допустим, открываешь вкладку на неделю, и у тебя написано. В понедельник у тебя заседание ФРС. Во вторник у тебя вынесение решения по процентной ставке. В среду у тебя обновление информации по запасам сырья. Ты понимаешь, о чем я. То есть, тебе показано, в какие дни, во сколько будут происходить экономически важные события. За счет этого ты будешь понимать, что, допустим, ну блин, в это время лучше не будут торговать, потому что, возможно, какая-то повышенная ликвидность, и меня может выбить просто. Ну, то есть, про что я говорю как раз таки. Про то, что криптовалюта очень подвешена на экономике, особенно США. Так что качай себе обязательно криптокалендарь. Ну, это не криптокалендарь, это экономический календарь, и следи за новостями. Третье – это календарь позиций. Ты не можешь заработать, если ты не будешь соблюдать риск менеджмент. И как раз таки для правильного соблюдения риск менеджмента, ты должен установить такую тему или вкладку в гугле «Открыть как расчет позиций». Я пользуюсь в интернете куча разных сайтов, которые рассчитывают тебе позиции, как это условно выглядит. То есть, ты вводишь туда значение своего размера стоп-лосса, он тебе рассчитывает. И так ты подгоняешь значение под свой риск менеджмент, под свой капитал. И, в общем-то, так ты не потеряешь много за один раз, а разобьешься на несколько раз. Ладно, шучу. Четвертый пункт – это гугл-таблицы. Потому что каждый трейдер должен вести свою учетность. Что вы записываете в гугл-таблицах? Вы записываете время, дату, когда вы открыли позицию, сам тикет позиции, то есть биткоин, USDT, допустим, таймфрейм, H1, и катализатор, по которому вы открыли эту позицию. То есть, допустим, там, не знаю, какая-нибудь двойная вершина. После чего, после того, как ваша позиция закрылась, вы пишете там «прибыль 10 долларов», «прибыль 100 долларов» или «убыток миллион». И вы это все фиксируете. Потом, под конец недели, вы подводите итоги и анализируете, в каких местах вы были лучше, в каких хуже. И за счет этого вы простраиваете свою стратегию, чтобы не допускать ошибок много раз в одном и том же месте. Это очень важно, и я вам скажу, что все профессиональные трейдеры пользуются Google таблицами или любыми средствами учета своих позиций. И последняя, пятая завершающая позиция – это TradingView. Обязательно график. Ну, как вы можете анализировать крипту без графика? Конечно, у вас должен перед глазами быть график, и самое полезное, самое удобное приложение – это как раз-таки TradingView. О нем знают все, им пользуются все. Можете купить подписку на него, чтобы больше у вас было индикаторов и всего такого. Но, в принципе, даже самого банального, самого обычного TradingView вам будет более чем достаточно на начальных этапах. Все. Это был топ-5 приложений для каждого трейдера. Скажите, как вам такой формат топ-5 да и 5? Все такие темки. Мне лично очень нравится снимать. Моему оператору тоже. Все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok